На благоустройство городской среды в Нейнском округе будет направлено более 75 миллионов рублей. Соглашение о предоставлении субсидий в 2018 году подписано администрацией округа с Минстроем России. Сельскохозяйственный рынок планируется сдать уже в этом году. О перспективах работы нового объекта сегодня рассказали губернатору округа Александру Цибульскому. Для участников чемпионата молодые профессионалы начались испытания по компетенциям. Наша съемочная группа узнала, что должна уметь делать медицинская сестра, работающая в посписи. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Мария Владимирова. Администрация округа и Минстрой подписали соглашение о предоставлении субсидий на благоустройство городской среды. Всего Нейнскому округу из федерального центра на благоустройство в 2018 году будет выделено 5,9 миллиона рублей. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено еще 60 миллионов рублей. Дополнительно 10 миллионов в текущем году выделено из окружного бюджета на благоустройство парковых зон. Всю сумму планируется направить на продолжение строительства парка в районе микрорайона лесозавод. В 2018 году в проекте по благоустройству участвует муниципальное образование, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Таким критериям в округе соответствует только 4 муниципалитета – город Наринмар, поселок Искатели, а также Приморско-Куиски и Канинские сельсоветы. Субсидия распределена пропорционально численности населения. Так, Наринмар на благоустройство получит в общей сложности более 46,5 миллионов рублей, поселок Искатели – 13,6 миллионов. Приморско-Куйский сельсовет – почти 3 миллиона, Канинский – 2,5 миллиона рублей. Впервые в этом году по условиям предоставления субсидий с федерального бюджета в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек должно быть организовано рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. С этой целью в окружной столице был организован прием предложений граждан по благоустройству общественных территорий. С его поступило 122 предложения, из которых для рейтингового голосования общественная комиссия отобрала 11 территорий. Сельскохозяйственный рынок планируется запустить в эксплуатацию уже в этом году. Об этом на встрече главе региона Александру Цибульскому рассказал индивидуальный предприниматель Виктор Хабаров, реализующий данный проект на территории Наринмара. Отмечу, что на сельскохозяйственный рынок глава региона обратил внимание еще в прошлом месяце, во время осмотра трассы для предстоящих соревнований Бурандей. В тот же день на расширенном совещании он поручил руководителю Департамента экономики и финансов Ненецкого округа Татьяне Лагвиненко составить график встреч с предпринимателями, которые получили финансовую поддержку из окружного бюджета, чтобы понять, какие проблемы мешают бизнесменам реализовывать свои задумки в регионе. – Какие планы, скажите? – Планы? Да, они стоят красиво, отсюда видят. Мы уже недолгоиграющие. Сейчас планируем сдать уже в этом году. – Порядок, да, запрещут? – Да, но тут есть большие проблемы. Среди проблем, которые озвучил главе региона индивидуальный предприниматель, нерешенный вопрос с арендатором помещения. – Изначально рассматривались разные варианты. Первый вариант – это сами производители и фермеры, которые будут стоять за прилавком. Но, соответственно, такого ажиотажа у них нет по разным причинам, в том числе то, что у нас регион небольшой, поэтому столько нет. – Второй вариант рассматриваем как оператора. То есть общались и с местными предпринимательными сетями, также местными федеральными сетями общаемся. Ну и еще рассматриваем такую концепцию, как самостоятельно организовать здесь уже и привлечь как раз-таки местную продукцию. Для Виктора Хабарова предпочтительным оказался второй вариант – привлечение оператора, который бы самостоятельно закупал у местных производителей и фермеров продукцию и реализовывал ее на сельскохозяйственном рынке. Еще один вопрос, озвученный на встрече – дорожная инфраструктура, а точнее ее отсутствие. – Мы запустимся, даже и построимся, возможно, раньше, чем мы планируем. – Проблема подъезд-парковка? – Подъезд-парковка, да. То есть мы не можем отвечать не за свои участки, соответственно. То есть идти дальше и вкладываться дальше. Ну мы, конечно, уже начали делать благоустройство территории за свой счет. Но это сказалось, опять же, на достройке объекта. Соответственно, мы эти деньги пришли вкладывать в благоустройство, которое мы не планировали изначально. Мы уже два года ведем переговоры. Хотелось бы все-таки прийти к какому-то результату. По словам заместителя главы администрации Наринмара Дмитрия Анохина, мэрия готова выделить средства на обустройство дороги. – Инициативное бюджетирование мы обсуждали. В принципе, город согласен. Конечно, будет готов проект, мы поддержим. Будем выходить на финансирование. – А когда вы сможете готовить проект? – Проект уже готов. – Проект готов? – Да, ну вот с нами. У нас еще проекта нет, мы нам предоставят, обсудим и будем выходить. Добавлю, что строительство объекта обошлось предпринимателю более чем в 20 миллионов рублей. Один миллион от этих затрат – средства гранта из окружного бюджета. Сейчас в здании ведется внутренняя отделка помещений. Запустить объект в эксплуатацию планируется в текущем году. Как отметил глава региона Александр Цибольский, рынок может стать хорошей площадкой для реализации местной продукции. – Мы надеемся, что это будет хорошее, удобное для жителей нашего города площадка, где они смогут получать сделанные, в основном произведенные в нашем округе продукты, которые будут высокого качества. И надеемся, это не только будет удобно для покупателей, но и для производителей, для фермерских хозяйств, которые у нас сейчас развиваются на территории региона, тоже возможность для такого регулярного сбыта своей продукции. Там есть разные экономические схемы, как это может дальше реализовываться с точки зрения оператора этого рынка. Но я уверен, что будет найдено оптимально, в первую очередь рассчитано на то, чтобы улучшить качество жизни. Еще один объект, который сегодня посетил глава региона – медицинский центр Санавита. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В администрации Нейнского округа формируется кадровый резерв для должности Государственной гражданской службы старший и ведущий групп. Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 14 марта. Очный этап конкурса запланирован на 2 апреля и будет включать тестирование и собеседование. Условия участия в конкурсе с необходимыми формами заявлений и анкет размещены на портале органов власти Нейнского округа. Как отметили в Управлении госслужбы и кадров аппарата администрации региона, такой масштабный конкурс объявлен в округе впервые. Кадровый резерв будет формироваться для всех органов власти сразу. Конкурс нацелен на привлечение в государственное управление молодых специалистов. Требования к стажу работы конкурсантов не предъявляются. Единственные условия – наличие высшего образования по различным направлениям подготовки. Экономика, финансы, управление, сельское хозяйство, образование, науки об обществе, культура, математические и естественные науки, архитектура, техника и технологии строительства, инженерное дело, пожарная безопасность. Победители конкурса будут зачислены в кадровый резерв и впоследствии смогут быть назначены на вакантные должности специалистов-экспертов, ведущих и главных консультантов, начальников секторов. Ранее глава Нейнского округа поручил своему первому заместителю Юрию Мурадову сделать процедуру формирования кадрового резерва более прозрачной и доступной для жителей. Люди, особенно молодежь, талантливая и успешная, которые хотят и готовы саморегализовываться в округе, не имеют возможности информации, как попасть в кадровый резерв. Я также прошу вас за этот вопрос, за этот контроль, для того, чтобы мы через месяц могли предъявить конкретные условия, на которые люди могут в этот резерв попасть и состояться профессионально в нашем округе, а не искать возможности реализации за его пределами. Сегодня для участников второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» начались ответственные испытания. Ребята приступили к выполнению конкурсных заданий по компетенциям. Напомню, в этом году их всего пять – предпринимательство, ветеринария, физическая культура, поварское дело и медицинский и социальный уход. Испытания по компетенции «Медицинский и социальный уход» проходят на базе Нейнской окружной больницы. Здесь свои знания и опыт экспертам регионального чемпионата должны показать пятеро студентов, пациенток социально-гуманитарного колледжа. За три конкурсных дня девушки должны пройти четыре модуля. Каждый из них – это отдельная ситуация из реальной жизни. Саму легенду будут знать только участницы и эксперты. Сегодня модуль А, в котором медицинская сестра осуществляет уход в хосписе. Пациентов играют статисты, то есть это их такая роль, у них есть легенда, по которой происходит некое такое действие. Хосписом называют лечебное учреждение, в котором неизлечимым больным оказывают помощь в последней стадии заболевания. Такая работа требует от медицинского персонала определенную выдержку и эмоциональную стабильность. В компетентность медицинской сестры как раз и входит то, насколько она может совладать со своими эмоциями. Потому что пациенты бывают разные и общение нужно, чтобы было конструктивным с каждым, независимо от его характера, заболеваний и так далее. Максимальный предел шкалы, по которой эксперты будут оценивать участников по этой компетенции – 100 баллов. Впереди конкурсантов ждет еще два дня испытаний. В Наринмар прибыла автоэкспедиция от Балтики до Арктики. Позади тысячи километров пути, впереди новые эмоции и впечатления. Любовь Пермякова узнала, чем привлек русский север журналистов, певших за руль внедорожников. На участке дороги поселок Хариягинский, граница Немецкого округа, протяженность которого составляет 4,5 километра, предстоящим летом планируется провести ремонт. Об этом главе региона Александру Цибульскому доложили на заседание Кружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В настоящий момент состояние дорожного полотна на данном участке, мягко говоря, неудовлетворительное. В прошлом году сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения по содержанию участка дороги поселок Хариягинский, граница Немецкого округа. По словам полицейских, с момента запуска дороги в эксплуатацию капитальный ремонт там не проводился ни разу. Дорожное полотно на данном участке автомобильной дороги состоит из железобетонных плит, которые под нагрузкой транспортных средств смещаются в своих мест. При этом нарушается их горизонтальное расположение. Часть железобетонных плит со временем уже износилась. Имеются факты обнажения арматурной сетки. Кроме этого, на данной дороге отсутствуют дорожные ограждения в местах, где такие ограждения предусмотрены нормативом. Отсутствует освещение. Перечисленные недостатки являются сопутствующими причинами совершения ДТП. Создается угроза жизни и здоровья граждан. Собственник, централизованный стройзаказчик, уже не один раз был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание данной дороги. Также в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности и на Ренмар Дориемстрой за некачественное содержание зимника. В настоящее время, несмотря на меры реагирования со стороны отдела ГИБДД, на протяжении продолжительного периода владельцами дороги не принимаются меры по обеспечению безопасности дорожных движений на мосту через реку Лукашор. Деформационный шов на данном мосту открыт и имеет длину более 15 сантиметров, ширину на всю проезжую часть. Временные дорожные знаки, информирующие водителей об опасности на мосту, установлены не в полном объеме и в нарушении требований правил применения дорожных знаков. Данные условия создают угрозу безопасности дорожного движения. Стоит отметить, что за последние два месяца ДТП на зимнике на Ренмар-Усинск не зафиксировано. Как считают участники заседания, связано это в первую очередь со своевременным информированием водителей о состоянии временной дороги. В целях безопасности дорожного движения установлено информационное табло. Это в районе асфальтобетонного завода, за которым следит ГУПНОА, на Ленмар-Усинск и на ДРП-3, это на въезд на зимник со стороны поселка Хорегинский, где отображается информация по зимнику, что происходит, а также существующие ограничения, если вводятся ограничения. Также на въезде и выезде зимника установлены шлагбаумы, организована радиосвязь и доступ к интернету. О состоянии автозимника можно узнать и в диспетчерской ДРСУ. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Журналистская автоэкспедиция от Балтики до Арктики прибыла в Нарьинмар. Ее участниками стали не любители экстрима, а сотрудники крупнейшего издательства страны «Российская газета» и информационного агентства БНК. Всего путешественники преодолели 6 тысяч километров и 6 регионов северо-запада. Завтра они отправятся в первый заполярный город Пустозерск, и он станет финишной точкой маршрута. Этот необычный автопробег вызвал огромный интерес у интернет-пользователей по всему миру. За ними с разных уголков планеты наблюдают сотни тысяч интернет-пользователей. Почему, попыталась выяснить наш корреспондент Любовь Пермякова. 15 участников автоэкспедиции сегодня в центре города встретились с жителями Нарьинмара. Горожане спешили познакомиться с путешественниками, ведь среди них знаменитость – известный автогонщик, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, победитель марафона «Шелковый путь-2010» серии «Дакар» Антон Мельников. Именно он стал капитаном северной экспедиции. Это вот боевая техничка, которая сопровождает меня на международных соревнованиях. Механики на ней ездят. Она, естественно, оборудована, чтобы куда-то проехать. Поэтому я как шел головной машиной и страховал, так сказать, на тот случай, если придется кого-то вытаскивать. Но этого не произошло. Дорога была замечательная, и мы все рады, что приехали в Нарьинмар. Вместе с Антоном Мельниковым преодолевает километры северного пути генеральный директор информационного агентства БНК и идейный вдохновитель проекта «От Балтики до Арктики» Алексей Лазарев. Это была самая потрясающая часть пути – Усинск на Нарьинмар. 180 километров по асфальтовой дороге, но когда вышли на зимник, мы впервые в жизни, за исключением нашего опытного водителя, дакаровского гонщика, попали на зимник. Мы впервые шли в таких страшных условиях в темноте. Нормально, круто очень. Нам, кстати говоря, очень понравилось. Мы, наверное, какие-то заложники стереотипов, что Нарьинмар – это где-то глухомань, еще чего-то. Мы приятно были поражены Нарьинмаром. Нам чуть нравится этот город. И мы сегодня смеялись на завтраке, мы будем завтра вас покидать с песней «Прощай, любимый город». Жизнь не только в двух городах России, в Москве и в Питере. Жизнь кипит и бурлит за пределами Садового кольца. И мы хотим показать своим читателям, у нас мощная аудитория в Республике Коми, в российской газете «Охват гигантский» в России. Мы хотим показать, что русский север, он прекрасен. Более шести тысяч километров буквально на одном дыхании. Все трудности пути сглаживали прекрасные виды северной природы. Но главное – добрые и отзывчивые люди. В каждом маленьком городе и деревеньке их очень ждали. Угощали местными традиционными блюдами, знакомили с культурой и даже помогли создать участникам экспедиции свой фирменный стиль. Я хочу заметить, что на эту экспедицию не было потрачено ни копейки бюджетных денег. Нас справляли, что называется, всем миром. Вот эти валенки, что на мне, предоставили наши партнеры из выльгардской сапоговаляльной фабрики в Сыктывкаре. Куртки сшила сосногорская швейная фабрика. Вот знаменитые вот эти шарфики с коми-оберегами, мастерицы из Сыктывкара. Даже варежки и шерстяные носки, которые сейчас на мне, они все сделаны здесь, на северо-западе. Ниньская земля не просто поразила автогонщиков, теперь они стали частью нашей самобытной культуры. Сотрудники турцентра провели для путешественников специальный обряд посвящения. Теперь известный в коме шоумен Константин Басков получил статус северного человека. Говорит, что обрел новые чувства, ощутил себя по-северному стойким и суровым. И тут же заводит важные знакомства. Вы же познакомились, я смотрю, да? Да, хоря, это же Наринмарский символ. Скажи, хоря, от Балтики до Арктики. Давай. От Балтики до Арктики. Молодец. Теперь хоря станет главным героем журнала-путешественника, который ведет в социальных сетях Константин Басков. Благодаря такому онлайн-дневнику сотни тысяч интернет-пользователей по всему миру, начиная со старта 19 февраля в Санкт-Петербурге и до Наринмара, вместе с автоэкспедицией преодолевают сотни километров, знакомятся с интересными людьми, посещают российские глубинки. Уже завтра в Пустозерск онлайн-путешествие совершат более 200 тысяч туристов, влюбленных в русский север. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина сегодняшнего дня. Смотреть наши новости вы можете также на сайте www.trk.sever.ru. Впереди прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова